— Россияне, ну все, в том числе так называемая крымская власть, обвиняют Украину, украинскую власть, украинцев в том, что мы, дескать, своих сограждан ущемляем или как-то ограничиваем и так далее. Что бы вы им ответили на вот эти обвинения? — Здесь можно много и правильно говорить о международном праве, в том числе о обязанности страны-оккупанта заботиться о людях и организовывать жизнь на оккупированных или контролируемых ими территориях. Но я бы, наверное, сказал бы иное, то что в любом случае Крым не сможет развиваться без поставки Днепровской воды. И поэтому вместо того, чтобы пытаться обвинять государство, у которого украли, оккупировали часть территории, надо просто садиться и говорить с Киевом о правилах ухода с этой территории. — Вы думаете, что дойдет до этого разговор? — Я думаю, что сейчас нет, но это единственное решение для того, чтобы Крым развивался и в том числе нормально снабжался водой. Других условий нет. — Отдельные украинские политики вслед за российскими руководителями заговорили о том, что, может, стоит организовать какие-то гуманитарные рейсы с водой в особо нуждающиеся регионы Крыма. В бочках будем возить в Армянск воду. Ну, предлагают украинские политики эти, некоторые отдельные. Как бы вы оценили эти высказывания и перспективность таких проектов? — Такие люди абсолютно не знают Крым и не понимают суть проблемы недостачи воды. Если мы говорим уже о питьевой воде, собственно, для населения Крыма, то ее в Крыму достаточно. Необходимо только лишь ее собирать, использовать рационально. Крыму не хватает воды для того, чтобы колонизировать во всех ее направлениях и в первую очередь заселять Крым сотнями-сотнями тысяч граждан, собственно, России. И в Крыму сегодня построены сотни многоэтажных домов. — Севастополи, да. — Целые городки были вокруг Евпатории, Семперополя, Севастополя. И это все жители России, в первую очередь люди, которые служат в карательных органах. И таким образом происходит замена этнического и демографического состава Крыма. И поэтому все, кто ратуют сегодня за поставку Днепровской воды в Крым, они ратуют за то, что российская колониальная власть Крыму вытесняет, изгоняет оттуда местных жителей, в первую очередь крымских татар. Продолжение следует...